Сил, похоже, не хватило. Отряды недавно сформированных демократических сил Сирии не справились с первой же боевой задачей. Под натиском боевиков и запрещенной в нашей стране ИГИЛ им пришлось оставить город Манбидж. И вернуть его обратно пока не представляется возможным. Демократические силы Сирии это отряды, которые готовят инструкторы из США, Франции и даже Норвегии. На все про все отводится 30 дней. И боевая ситуация показала этого времени слишком мало, чтобы воспитать боеспособных новобранцев. Наш корреспондент Сирия Артур Кибеков побывал в поселке, где тренируют будущих солдат так называемых ДСС. Артур, приветствуем. Насколько сами сирийцы горят желанием сражаться и вступать в эти самые демократические силы? Да, Алексей, я тебя тоже приветствую. Хочу для начала проверить связь. Это обычно для Сирии. Вы меня хорошо слышите? Да, очень хорошо. Артур, можешь говорить. Да, Алексей, побывали мы действительно на этом лагере, который разворачивается в городе Ашадаги, где наша съемочная группа побывала буквально три месяца тому назад. Это город, который ДСС, демократические силы Сирии и коалиции в голове США отбили у бойцов ИГИЛ, у террористов, запрещенные организации во всем мире. Сейчас идет некая тихая мобилизация в городе Ашадаги, в ее окрестности, в городе Камашли, в городе Кабани. В демократическом силе Сирии не хватает человеческих ресурсов. Поэтому сейчас они стали набирать очень охотно новобранцев из арабских пленен. Уже не из курдийских населения, а уже из арабских пленен, которые охотно идут на это. Во-первых, может быть, убеждены. Некоторая часть из них убеждена в том, что придется бороться с ИГИЛ. Но эта часть очень мала, к сожалению. Туда люди идут фактически, чтобы получить зарплату, пайки, форму и оружие, самое главное. Мы бывали на этом лагере, и мы пообщались с этими новобранцами и бойцами. Предлагаю послушать мнение одного из них, которому буквально 17 лет. Мы с товарищами арабского происхождения вступили в ряды демократических сил Сирии после того, как ознакомились с их политическими целями и уставом. Мы приехали сюда, чтобы обучаться военному и политическому делу, получить опыт, который сможем использовать в будущем для защиты нашей земли от терроризма и ИГИЛ. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Встрадим. Всп ile our country. Вскуп 갖고 в обучение. Никто почти не остается. И здесь действительно оказывает жесткий бой. Алексей. Спасибо. Спасибо огромное. Артур Кибеков. И последние сводки сирийского фронта. А также он рассказал нам о том, что из себя представляют сегодня так называемые ДСС, демократические силы из Сирии, это вооруженные формирования, которые работают под прикрытием американских инструкторов, французских и даже норвежских. Правда, пока особого успеха им добиться не получается. К сожалению, боевики запрещенной ИГИЛ, их продолжают теснить по всем направлениям. Но, может быть, скоро ситуация изменится.